Это правильно уйти от всего. Для того, чтобы победить судьбу, нужно уединение. Это называется внутренняя жизнь. Но взяв с собой не сны и грезы надо, и не детскую мечту надо брать с собой. Надо брать с собой веру в Бога, память о Нем, память о святости. Часто люди, они мечты свои берут для того, чтобы побеждать судьбу. Они уединяются и вспоминают что-то хорошее в своей жизни. Но это неправильно. Если суп варится внутри себя, то он не становится вкусным. Потому что туда надо добавлять приправы, чтобы он был вкусным. Если туда ничего не добавлять, то остается одна вода. Сны и грезы – это то, что есть внутри нас. Ничего новенького. Мы не можем с помощью того, что есть, победить то, что есть. Себя самого за волосы не вытащишь. Поэтому нужно уметь от себя отвлекаться. Если человек от себя не отвлекается, то он не сможет победить судьбу. А вот рифмами наполнить мир, в котором я живу – вот это правильно. Ритмами. Понимаете? Потому что звук именно побеждает судьбу. Одна девушка в Киеве ко мне подошла. Олег Геннадьевич, я когда молилась, я почувствовал какое-то такое пространство другое, в котором всё так очень сильно влияет на всё вокруг. И оно, это пространство, состоит из звука. Я говорю, ну так вы воспользовались этим? Она говорит, нет, я испугалась. Вот это пространство, есть такое пространство, побеждающее судьбу. Оно соткано из звука. Это пространство на санскрите называется шабда-брахман. То есть это такая энергия, которая сильнее времени. И этот звук, пространство звука, оно создаёт весь этот мир. Всё звучит, все мысли, всё в этом мире, всё имеет звучание своё. Поэтому древние люди, они с помощью звука меняли пространство. Могли вызвать дождь или, наоборот, сделать так, чтобы он не шёл. Или могли сделать так, чтобы лучше росли урожаи с помощью звука. Раньше знание это было доступно людям. Но нам хотя бы с помощью звука сделать свою жизнь получше. Мы считаем себя очень развитыми по сравнению с древними людьми. Но мы не знаем даже, что такое совесть, что такое прощение. Мы не знаем, что такое внутренняя жизнь. Мы не можем ритмами наполнить мир, в котором я живу. Нам приходится прибегать к телевизору, компьютерным играм, чтобы кто-то другой наполнил мир, в котором я живу. Но если так, мы совсем уже атрофировались, у нас нет внутренней силы. Тогда нужно воспользоваться, опять же, внешним пространством. Нужно найти человека, который не поёт эстрадные песни, а молится. Нужно найти того, кто контактирует с Богом своим звуком и соединиться с Ним. И вместе с Ним молитву читать. И так наполнить ритмами, звуком, чистым, светлым звуком мир, в котором я живу. И дальше что нужно делать? Живя во внутреннем пространстве, нужно принять судьбу. Нужно принять её. И это будет первая стадия победы. Становится легче, когда человек принимает судьбу. Он чувствует, что это его судьба. До этого он бунтует. Он говорит, я не хочу, чтобы мой муж пил. Я не хочу, я против. Это бунт. Судьба не спрашивает, хотим мы или нет. Она просто действует, и мы должны просто её принять. Без всяких условий. Вот близкий человек так издевается надо мной. Это моя судьба. Я не могу принять, не больно. Хорошо, больно — это объём работы. Концентрируйся на Боге, на звуке святого человека, тот, кто молится. Вместе с Ним молись, кланясь алтарю. Постепенно тебе станет меньше и меньше больно, и ты примешь. Это означает, что ты сжигаешь судьбу. Преодолеваешь объём работы. Делаешь свою жизнь спокойнее, сильнее, легче. Сначала кажется, человеку думают, что это просто всё фантазии, то, что мне стало спокойнее. Потому что на следующий день он смотрит, опять ему так же беспокойно. Нет, это не фантазии. И действительно, на следующий день становится беспокойно, потому что время же продолжает новые порции судьбы давать. Иногда тяжёлый период, он новые и новые порции даёт, хотя ты и старые ещё не переварил. Поэтому надо каждый день переваривать старое и ложиться с лёгким сердцем. На следующий день, когда тяжёлый период идёт, новые порции приходят. И тебе опять её надо переваривать, пока плохая судьба не кончится. Когда наступает хорошая судьба, то порция и счастье сами приходит, и мы расслабляемся. И думать, что так вся жизнь должна протекать. Мы должны быть сильнее судьбы. Не надо жаловаться на неё. Надо её просто побеждать. И всё. Это просто. Садиться и молиться. Никуда не бежать. Никаким консультантам, астрологам, психологам. Это бегство, оно может ещё хуже сделать, потому что чаще всего астрологи, консультанты и психологи, и они не хотят вашу судьбу принимать. Они даже должны тоже принять. Вы им жалуетесь, они должны принять. Они, скорее всего, не будут вам помочь принять, а наоборот, они будут вам помочь себя обманывать. Кто-то скажет, не обращай на это всё внимание. Это невозможно. Этот совет из словаря дураков. Не обращай внимания. Как не обращать внимания? Второй ей скажут, а вот, как бы, да, всё правильно. Осеннее пальто не покупай, да, у тебя вот по карте всё. Да, прими просто, что... Прими означает сдайся, они говорят. Да, муж уйдёт обязательно. Даже смешно, да, правда смешно. Это из серии этих садистских медицинских анекдотов, да? Доктор, я жить-то буду, ну, я бы не советовал, да? Садистский медицинский анекдот. Или доктор, а я буду жить? Будете, но недолго. Вот, понимаете? Ну, то есть, как бы, то же самое астрологи часто, они говорят. Да, у вас развод. Вот, по карте развод, всё правильно. Помог. Астролог помог. Даже проще всего так сказать, понимаете? Трудно сказать, сделать так, чтобы человек сохранил семью. Очень трудно. А сказать, что у тебя по карте развод, вот, оп, и денежки за это получаешь. Классно? Или да всё равно, что человек в больницу приходит, доктор говорит, неужели вы мне отрежете ногу? Да, давайте отрежем. Замечательно. Если вы получили такую консультацию астролога, то не надо даже ему деньги отдавать за эту консультацию. Пускай сам забирает назад всё, что он сказал себе в свою жизнь. Потому что жизнь человека предназначена для победы над судьбой, а не для поражения. Если у вас в гороскопе два брака, это не значит, что у вас должно быть два брака. У человека должен быть только один. Если не справились, ничего страшного. Значит, в этот раз ваша карта выиграла вас. Но в следующий раз она должна проиграть. Потому что, когда человек занимается духовной практикой, то он всегда побеждает. Мне тоже астролог сказал, что у тебя не будет сохранён этот брак. Замечательно, но мой брак сохранён. Поэтому не поддавайтесь ни на что. Если вы хотите советоваться, идите к духовному человеку, наставнику, духовно сильному человеку, который может принять, переварить вашу судьбу и дать вам правильный рецепт. Те, кто пугают, успокаивают и закрывают людям глаза на судьбу, это не те люди, которые могут помочь. Человек начал пугать, не тот человек. Успокаивать начал, не тот человек. Нужна победа над судьбой, означает действие какое-то. Не бездействие, а действие. Не обращай внимания. Как не обращать внимания? Товая судьба, она на тебя движется, она на тебя приносит боль. Как не обращать внимания? Невозможно. Поэтому нужно внимательно смотреть на эту жизнь. Надо понять, как устроена победа, из чего она состоит. Победа состоит из солнца. Асато ма сад гамая. Тамасо ма джоутир гамая. Мритюр ма ма британ гамая. Ом. Асато ма сад гамая. Асато означает суета. Если человек суетится, бегает, он не может остановиться. Постоянно в напряжении. Я в напряжении, что мне делать? Асато ма сад. Сад означает то, что связано с вечным. Там нет суеты. Там есть вечность, там нет суеты. Вечность находится в настоящем. Суета в будущем. Человек, когда попран в жизни, он в прошлом живет. Он печалится все время. Человек, который верит в будущее, но не хочет принять настоящее, живет в будущем и суетится, бежит в будущее постоянно. Он в суете находится. Когда человек занимается духовной практикой, приходит в храм, он там видит настоящее. Храм никогда не меняется. Прошло тысячу лет, храм такой же, как и был. Там все то же самое, там все настоящее, чистое и светлое. Мир бежит куда-то, он меняется постоянно, но храм остается прежним. Человек заходит в храм, и он сливается с настоящим. Означает сад, вечность. Он входит в состояние вечности. Получает счастье. Сейчас означает сейчас, тье означает существование. Он существует сейчас, означает духовной реальности. Он соединяется со своей судьбой, принимает ее. В этот момент ему становится легче, несмотря на то, что кажется, что он сдался. Как будто бы он сдался. Он говорит, да, у меня муж бьет. Ничего страшного. Это нормально. У меня мама моего будущего мужа, она ведет себя плохо. Отлично. Это моя судьба. Ничего страшного. Это нормально. Мы принимаем все. Принимаем. Чтобы принять, нужны духовные силы. Для того, чтобы в настоящее время войти, нужен контакт с Богом, нужна молитва. Сад означает вход в состояние вечности. Человек чувствует вечность, испытывает счастье, несмотря на трудности жизни. Означает внутренняя жизнь. Вошел в себя, внутри себя, взаимодействует внутри себя с Богом. Бог на самом деле дает нам счастье. Счастье из сердца исходит. Там Господь дает это счастье, которое из сердца исходит. Мы говорим, я такой счастливый. Или такая счастливая, это Бог тебе дал изнутри. Тебе кажется, что ты это сама получила. Или мы кричим, я больше не могу так жить. Но никого вокруг нет. Кому кричим? Опять ему же. Внутри себя. Мы с ним общаемся таким образом. Сами не понимают его. Продолжение следует...